Здравствуйте! С вами новости телеканала САМПО ТВ 360. В студии Эдуард Тур и вот главные события этого дня. Будет открыто операционное, предоперационное, будет отремонтировано эндоскопическое отделение в детско-республиканской больнице и педиатрическое отделение. Здравоохранение, дороги, помощь муниципалитетам и системе теплоснабжения Карелии. Парламентарии распределили миллиарды рублей. Создавая этот центр, полностью вас сделаем самостоятельной единицей. Но не только Петрозаводская. Это вопрос, касается всей нашей республики. Объединить все районы. В Карелии появится единый центр скорой помощи. Ничего не знаю, да. Но мне бы хотелось помочь людям. Я как бы люблю людей. Если кому-то нужна помощь, если я смогу помочь, то это будет хорошо. Три дня до отключения аналога. В ПетрГУ провели семинар для волонтеров, которые помогут перейти на цифру. В республике будет создан единый центр скорой помощи. Он объединит все станции скорых во всех районах. Сегодня об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь Корсаков на встрече с коллективом станции скорой помощи Петрозаводска. Светлана Воробьева продолжит. Конструктивное общение. После тщательного анализа ситуации на станции скорой помощи в Петрозаводске, изучение опыта работы аналогичных учреждений в других регионах и с пакетом конкретных предложений в руках, заместитель премьер-министр правительства Карелии по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь Корсаков пришел на встречу с коллективом станции скорой помощи. Он сообщил, что республика планирует кардинально переформатировать работу скорой помощи, создав единый республиканский центр. Создавая этот центр, полностью вас сделаем самостоятельной единицей. Но не только Петрозаводска. Это вопрос касается всей нашей республики. Все подстанции скорой помощи, которые сегодня работают в территории республики, конечно, с базовой здесь, плюс медицинный катастроф, плюс санавиация, а это уже еще республиканские денежные средства, будут в этом центре. Единый центр будет сам распоряжаться своими средствами, формировать кадровую политику. Сегодня по итогам встречи с Игорем Корсаковым представитель профсоюзной организации Ольга Чайка заявила журналистам. Об их проблемах услышали, но говорить об их окончательном решении рано. «Надеемся, что все-таки мы что-то сдвинулись в мертвой точке и действительно мы будем в отдельной структуре, которая действительно будет заниматься полностью, как Корсаков Игорь Юрьевич сказал, все деньги, которые мы зарабатываем с ФОМС, они будут оседать у нас и мы сможем регулировать сами». Зарплаты, финансирование и детали создания нового центра будет обсуждать рабочая группа. Ее создадут в ближайшие дни. В состав войдут представители коллектива скорой помощи и Министерство здравоохранения, чтобы максимально учесть все интересы. Светлана Воробьева, Александр Борисов, САМПО ТВ 360. В поселке Рабочий Островск запустили новую котельную. В среду началось подключение социальных учреждений и жилых домов. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. Котельная работает на повышенных параметрах, чтобы тепло быстрее пришло в квартиры жителей поселка. Пока растоплены три из пяти котлов, но при нынешней погоде этого должно быть достаточно. За время, проведенное без отопления, а это с сентября и часть октября, жителям Рабочий Островска платить не придется. Напомним, старая котельная была в аварийном состоянии. Она не только не давала достаточное количество тепла, но и представляла опасность для местных жителей. К работам приступили лишь в августе. Начать реконструкцию раньше не позволяли сроки передачи имущества от старого собственника к новому. О теплоснабжении в Карелии говорили сегодня и на заседании Законодательного собрания Республики. Темы отопительного сезона не было в повестке, но депутаты вынесли ее на обсуждение. Говорили о проблемных районах и одной из самых болевых точек – долгов за топливо. Тему продолжит Анжела Маркевич. Первый вопрос на повестке дня – распределение дополнительных средств, поступивших в казну Карелии. Это 2,6 млрд рублей. Значительную часть суммы – 1 млрд. Депутаты единогласно решили направить на решение проблем ЖКХ Республики. Из них 750 млн рублей пойдут на закупку топлива, спецтехники для котельных и модернизацию инженерных сетей. Еще часть на покрытие долгов, то есть возмещение теплоснабжающим организациям – разница в цене за топливо. Часть денежных средств, порядка 250 млн рублей, мы дополнительно будем проводить процедуры по компенсации за 2018 год, соответственно, теплоснабжающих организаций, которые столкнулись по разнице в цене за топливо, мазут, уголь по 2018 году. 233 млн рублей пойдут на развитие здравоохранения, оснащение скорой помощи электрокардиографами, строительство еще трех ФАПов в районах, создание единого диспетчерского пункта «Неотложки» в Карелии, финансирование санитарной авиации. 16,5 млн рублей помогут преобразить главную детскую больницу региона. Будет выстраиваться новая система оказания урологической помощи детскому населению Республики Карелия, будет открыто операционное, предоперационное, будет отремонтировано эндоскопическое отделение в детской республиканской больнице и педиатрическое отделение. На 250 млн увеличится Дорожный фонд Республики. Помощь получат и муниципалитеты, чтобы сбалансировать местные бюджеты. Поддержит и сельское хозяйство. Государственные предприятия – совхозы Ведлозерский и Толвуйский – не смогли заготовить необходимое количество сена и силоса. Они получат по 15 млн рублей на приобретение комбикормов для животных. Это делается для того, чтобы не допустить снижения продуктивности скота в зимний период, и чтобы котелом скот подошел с хорошими кондициями. А самое главное, чтобы люди могли получить зарплату. В ближайшее время парламентарий планирует начать работу над бюджетом следующего года и последующих трех лет. Анжела Маркевич, Сергей Беляев, САМПО ТВ, 360. Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в муниципальные музеи. Ансамбль Кантеле выступит в Грозном. А в одном из домов микроревени Древлянка откроется кабинет врача. Подробнее об этом не только. Расскажем в рубрике «Коротко». Многодетные семьи смогут посещать муниципальные музеи Карелии бесплатно. В каждом музее республики предусмотрен для этого свой день. Артисты балета Кантеле выступят на международном фестивале конкурсей сольного танца в Грозном. Мероприятие в столице Чеченской республики пройдет с 15 по 18 октября. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился ремонт подъезда к водопаду Кивач. Рабочие обновили 7 километров трассы, установили дорожные знаки, расчистили кюветы. 14 октября икона «Покров Богородицы» из храма Преображения Господня. Она один день будет выставлена в Покровской церкви на острове Кижи. В это время там будут отмечать великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. До конца года в одном из домов жилого комплекса «Скандинавия» на Древлянке откроется кабинет врача общей практики. Он станет подразделением городской поликлиники номер один. 2 ноября на территории горного парка Рускеала откроется музей деревянной скульптуры «Обитель ангелов». В день открытия несколько музыкальных произведений исполнят на рояле и скрипке артисты Мариинского театра Юлия Грехова и Андрей Покатов. 14 октября Карелия перейдет на цифровое телевещание. Для того, чтобы настроить цифру, смогли все в республике организовали обучение добровольцев. Они помогут жителям Карелии перейти на новый формат. Один из обучающих семинаров прошел в Петрозаводском государственном университете. Карелия – первый регион России, который проводит подобную акцию. С начала марта на горячую линию по цифре поступило около 1100 обращений. И большую часть успели обработать. В эту субботу, 12 октября, добровольцы помогут настроить цифровое ТВ тем жителям Петрозаводска, на чьи обращения пока не отреагировали. В университете волонтерам рассказали, как правильно подключить и настроить приставку. Речь идет о настройке антенн, о подключении цифровых приставок, ресиверов. И планируем порядка 300 участников этого мероприятия. Это и работники органов управления власти, и работники бюджетной сферы, и студенты, и работники предприятий. Мы вот выйдем 12 числа на такую акцию однодневную по заявкам населения, жителей Петрозаводска. Ожидается, что в субботнике примут участие не только опытные волонтеры по цифре, но и новички. Ничего не знаю, да, но мне бы хотелось помочь людям. Я как бы люблю людей, если кому-то нужна помощь, если я смогу помочь, то это будет хорошо. Напомним, переход на цифру в Карелии состоится 14 октября. Но и после этой даты продолжит работу региональная горячая линия по цифре. Все, кто столкнулся с трудностями при переходе на новый формат вещания, смогут позвонить по телефону 8 800 233 60 и получить помощь. Алексей Неживенок, Сергей Беляев, САМПТВ, 360. Молодые мамы Карелии осваивают новые профессии, находясь в отпуске по уходу за ребенком. С января по сентябрь этого года обучение прошли 153 женщины. Как попасть на бесплатные курсы и какие направления сейчас наиболее востребованы, расскажет Юлия Степанова. Сегодня в компьютерном классе Центра обучения практическое занятие по предмету 1С управления персоналом. В рамках курса «Современное кадровое дело производства». Почти все здесь молодые мамы. Курс для них сделали сокращенным – пять недель по четыре часа в день. Одна из студенток, Наталья Муренко, до декретного отпуска работала бухгалтером. Я работаю бухгалтером, и так как эти профессии смежны, мне кадровое дело требуется периодически. То есть это приемы, это увольнения, в любом случае я сталкиваюсь. Не всегда на работе есть в организациях кадровые сотрудники. То есть организация небольшая, кадровое дело производства может вести бухгалтер. В принципе мне это нужно, вот я пошла учиться. Может быть я останусь на прежней работе, может быть я найду какую-то другую работу. В любом случае мне это пригодится. Другая ученица из группы тоже Наталья, в отличие от тезки, решила кардинально сменить сферу деятельности. До отпуска по уходу за ребенком работала в детском саду воспитателем. Ну, во-первых, чтобы вернуться обратно в детский сад, нужно проходить опять-таки курсы, потому что за три года многое сбывается. Штат сотрудников уже набран, вот, ребенка моего взяли в другой детский сад, поэтому совмещать работу с дальнейшим материнством очень сложно, поэтому решила найти другую работу. Определиться с выбором новой профессии можно с помощью сайта управления труда и занятости республики. На сегодняшний день размещенный на сайте перечень профессий для переподготовки и повышения квалификации включает 68 специальностей, и это не предел. Перечень не является исчерпывающим, да, то есть сами женщины, сами работодатели, сам рынок труда нам подсказывает, каким образом, да, то есть дополнять этот перечень профессий, да. То есть работодатели обращаются с заявками, да, то есть предлагают какие-то варианты, сами женщины интересуются, спрашивают, а можно ли, да. То есть в индивидуальном порядке мы этот перечень расширяем, да, то есть он как бы постоянно увеличивается. В 2019 году молодые мамы Карелии уже освоили профессии повара, кондитера, мастера маникюра, кладовщика-логиста, горничной и многие другие. Всего обучения до конца года должны пройти не менее 205 женщин. В этом году их профподготовка финансируется из бюджета республики в рамках реализации национального проекта «Демография». В 2020 году курсы будут проходить уже за счет средств федерального бюджета. Воспользоваться этой госуслугой смогут не только мамы в декрете, но также безработные женщины, воспитывающие ребенка дошкольного возраста. Юлия Степанова, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. Это все новости на сегодня. С вами был Эдуард Тур. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин